МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, соратники. Ну, ВКонтакте познакомился с одним очень интересным человеком. Потом со временем мы наладили видеосвязь, потом много общались, много... И, в конце концов, я решил снять видео по такому вопросу, как эко-поселение. Моего собеседника зовут Константин, но вы можете его найти по словосочетанию шаман-алтайский. Очень оригинальный человек, в прошлом очень богатый, известный, знаменитый, в своих кругах. Но все бросил и уехал, кстати, на алтай. Значит, ну, Константин, добрый день. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия всем нашим зрителям и слушателям. Понятно. У меня вопрос какой. Сейчас вот тематика всяких родовых поселений, тематика экологических поселений и все, она очень интересная. Почему? Потому что действительно, при прочих равных условиях, значит, никакой город не способен обеспечить именно с экологической точки зрения эти условия проживания. Для того, чтобы... Как можно сказать? Ну, чистоту воздуха, чистоту воды, допустим, здоровое окружение. Как там ты пришел к этому решению? Что для этого пришлось предать? Первый вопрос. Ну, физически, путь из города в природу, он не столь сложен, сколь сложен будет путь внутренний, психологический для человека. Потому что если ты родился в городе, вырос в нем, ходил в школу, в садик, работал, то представить себе, что такое жизнь в природе, вне города, очень сложно. Если ты, как мы, начал становиться осознанным еще в городе, начал понимать, что система вредна для жизни, и когда ты определишь для себя абсолютно все параметры того, насколько эта система вредна, принимая во внимание, как она вредит деткам в садике, в школе, что нет хороших продуктов, чистого воздуха, чистой воды, когда ты все это насобираешь в большой такой мешочек понимания и осознания, тогда становится вопрос, как быть, как жить, как можно ли жить здоровой, изобильной жизнью, в благосостоянии, можно ли это реализовать в городе. Становится понятным, абсолютно понятным, что в городе этого сделать нельзя. Соответственно, дальше ищем пути. Многие пытаются этот путь найти в экопоселениях, в родовых поместьях, но опять-таки повторюсь, просто взять в руки вещи, сумки и выехать из города физически просто, это несложно сделать. А вот решиться на это, когда у тебя есть много, допустим, обязательств, социальных обязательств, мама, папа, бабушка, дедушки, дети, как с детьми быть, как их в школу отправлять, если ты уедешь из города, это сложно. То есть для многих необходимо этот путь внутренний преодолеть. Нам повезло, или мы этого достойны. Сложилось так, что и я, и моя жена Наталья, мы движемся синхронно вместе. И наше развитие совместное дошло до такой точки невозврата, когда стало понятно, что больше делать ничего в городе неинтересно и не хочется. Вот просто там находиться нет смысла. Мы уже наигрались в город, наигрались в систему, наигрались в то, чтобы быть бизнесменами, в том, чтобы получать отпуск раз в год себе и ехать куда-нибудь путешествовать. И стало понятно, что дальнейшего развития в городе просто нет. И когда есть такой подход к дальнейшему твоему развитию, то, что ты хочешь двигаться дальше, тогда выйти из города не составляет особого труда. Продолжение следует...